Ребёнок тратит все карманные деньги на сладости или не может за себя постоять в конфликтах со сверстниками, жалуетесь вы в своих письмах. Психологи утверждают, что из-за этого он может вырасти транжирой или закомплексованным человеком. На самые наболевшие вопросы от родителей школьников ответят психологи Виктория Любаревич-Торхова и Наталья Холоденко. А своим опытом поделится Алла Ковальчук. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Конечно, большая часть жизни детей проходит в школе, но как помочь детям пережить этот сложный период времени без стрессов, конфликтов, хронической усталости и истерик? Я думаю, что у каждого школьника и его родителей возникает масса проблем. Мы сегодня расскажем несколько эффективных способов, как решить проблемы, когда ваш ребёнок не может распоряжаться деньгами, либо когда в его классе учится задира, который его задевает постоянно. Или если для ребёнка слишком сложная программа школьная, и он не справляется с теми нагрузками, которые запланировали и в школе, и вы как родители на дополнительных занятиях и секциях. Некоторые родители вообще передают свой негативный опыт, который у них был в школе. Или же наоборот, они хотят, чтобы их дети добивались таких же успехов, как были у них, пока они учились. Так или иначе, родители на детей давят, а у них и так большая загрузка в школе. Это требует огромного количества концентрации, внимания, они устают. Пару простых упражнений помогут вам, как справиться со своим ребёнком в сложных ситуациях. Аллочка, ну у тебя таких ситуаций было предостаточно. Двое детей, один совсем взрослый, Саша подрастает, ей 15 лет. Были ли сложности в школьное время? Да, Надюшенька, знаешь, но я всё время старалась своим детям дать всё. И в данном случае я не имею материальную сторону. Они у меня занимались на дополнительных занятиях, посещали кружки, на музыку ходили, там, бокс, секции всевозможные. Но, честно говоря, старший Димка, ну я за него не переживала, Надюшенька, он парень, и он характер моего. А вот Саша у меня, она характера мужа, она более такая спокойная. Я за неё очень переживаю, и всё время я стараюсь, чтобы загрузить её уже просто выше, как говорится, головы. И сегодня я расскажу свои маленькие секретики, как я распределяла и как распределяю нагрузки сейчас. Но это чуть-чуть попозже, потому что это будет неинтересно, если я сейчас обо всём расскажу. Держи интригу, Аллочка. Да, да, да. Существует масса проблем, с которыми сталкиваются наши дети, попадая в школу, и это понятно из ваших писем. Я зачитаю первое письмо, которое написала Ирина Одут. Ира уже обращалась к нам, принимала участие в детской йоге, но сейчас у неё возникла проблема. Здравствуйте. Моя дочь Снежана ходит во второй класс. Я давала ей по 20 гривен, но Снежана все эти деньги тратила на своих одноклассников. Потом я ей стала выдавать по 10 гривен, и всё равно та же проблема. Всем всё купит, всех угостит, а сама останется ни с чем. Теперь очень редко с мужем мы даём ей деньги с собой в школу. Другого выхода не видим. И даже не знаем, как её научить правильно обращаться с деньгами. Чтобы помочь решить проблему, мы пригласили Ирину со Снежаной к нам в гости. Здравствуйте, Ира, Снежана. Спасибо, что пришли. Ира, вы пытались с этой проблемой справиться самостоятельно, отучить Снежану транжирить деньги? Да, я пыталась справиться самостоятельно, давала меньше денег. Но всё равно она тратила на одноклассников, угощала всех, а сама оставалась ни с чем. Ну, давали. Ну, а как вы уговаривали или рассказывали какие-то истории? Объясняли. Объясняли? Да, конечно, объясняли. Она говорит, ну, я же хочу всех угостить, они же все мои подружки, все друзья, и я не хочу оставить их без булочки. Добрая девочка. У меня, у подружки был сын, который в первом классе весь класс повёл в буфет и всем купил пирожные. Он авторитет может зарабатывать. Я не знаю. Ну, я говорю, есть деньги, значит, покупают. Но чем меньше дают, ну, денег Снежани дают меньше, а она всё равно все тратит. То есть себе ничего не оставляет. Давайте разберёмся, как решать эту проблему. У наших экспертов есть хорошие советы. Что бы я хотела подчеркнуть, что важно объяснить ребёнку, когда вы даёте деньги, на что вы их даёте и для чего вы их даёте. Если у неё есть потребность угощать, пускай она имеет возможность там как-то их накапливать и угощать, но не каждый день, а раз в месяц. Мама, скажите, а сколько вы обычно даёте своей дочери денег в день? Давала 20 гривен, потом стало меньше, 10 гривен давать. А в самом последнем уже давала только именно на одну булочку. 4-5 гривен, смотря какая булочка. Необходимо научить ребёнка, как тратить деньги. И я хочу вам сегодня в этом помочь. Снежана, я хочу тебя научить, как распределять те деньги, которые ты получаешь от мамы. Ну, на сегодняшний день это твоя прибыль. Я сейчас объясню. Есть правило трёх кошельков. Это правило поможет тебе правильно распределить те деньги, которые тебе дают дома. Итак, Снежана, подойди ко мне, пожалуйста. Допустим, мама даёт тебе в день 20 гривен. Правильно? Мама, очень важно помнить, что ребёнку необходимо давать мелкими купюрами деньги. Не сразу бумажку 20 гривен, а по гривне, по две. Итак, три кошелёчка. Синий, красный и жёлтый. Если нет такой возможности, можно просто взять три конверта и раскрасить их в разные цвета. Это необходимо для того, чтобы ребёнок помнил, что в каком кошельке находится. Первый кошелёчек, это синий. Сюда мы положим 4 гривны. Это тебе на проезд. Мы сейчас отсчитаем из детских денег 20 гривен, чтобы было всё наглядно. Хорошо? Итак, ты можешь выбрать 6 гривен из этих? Взяла 5 и 1. Умничка. 6 гривен. 6 гривен. А можно ещё 3 плюс 3? Молодец. Второй кошелёчек для булочки с соком. И это жёлтый кошелёчек. Сколько мы туда положим? Булочка у меня в классе стоит 4 или 5, а сок я не знаю. Не знаешь? Ну, допустим, тоже 4 гривны. 10 гривен где-то это будет стоить, наверное, так я думаю. Сколько у тебя уже, Варка? 10. 10. На булочки. 10. 10. Молодец. Сюда ты положила? 10. 10. Алла, пожалуйста. Проезд и булочка у меня. Красный кошелёчек. Сюда мы откладываем 4 гривны. Это то, что ты можешь потратить на всё, что тебе захочется. Можешь или сэкономить. И если ты будешь откладывать каждый день сюда по 4 гривны, так? За 10 дней у тебя сколько соберётся? За 10 дней 40 гривен будет. Ты представляешь, на что ты можешь потратить 40 гривен? Да? А что бы ты хотела больше всего? Скажи, какая у тебя мечта? Что бы ты хотела купить? Я просто сильно мечтала русалку купить, чтобы она светилась под водой, и можно было её купать. Да ты что, есть ли такие? Да. Я тоже её хочу. А сколько стоит такая кукла? Не знаю. Ну, наверное, не знаешь. Ну, а Грена ничего не соберёт? Ну, я думаю, стоит выяснить, сходить в магазин, посмотреть, сколько она стоит. И тогда идти к своей мечте складывать денежки в красный кошелёк. И так получается, что вот эти кошельки, конверты или отдельные кармашки предназначены для того, чтобы ребёнок понимал, как идёт поток денег. Безусловно. То есть это знание, которое на всю жизнь потом сохраняется. Что мы тратим на транспорт, что на еду, а что остаётся, так скажем, на удовольствие. Замечательный вариант. И мама, на первом этапе вы должны контролировать, сколько денег идёт в какой кошелёк. Первое, что вы должны контролировать, что вы деньги даёте мелкие ребёнку. А второе, что в каждый кошелёчек идёт необходимая сумма денег. И единственное, что вы не можете контролировать, это тратит ли ваш ребёнок деньги из кошелька красного или всё-таки откладывает. Вы можете его подхвалить, но ругать ни в коем случае не стоит. Любому человеку подойдёт эта техника. Я свою саму буду по этому методу воспитывать. Теперь правда. Да. Но очень важно помнить, что ребёнку не стоит давать большую сумму денег в первом классе. Потому что в этом возрасте ребёнок ещё не способен их распределить и планировать свои расходы. Поэтому лучше ему в день давать ровно столько, сколько ему понадобится на необходимые расходы. И проговорить. Это тебе на проезд, это тебе на булочку, это на сок. И только уже во втором классе вы можете давать так, чтобы у него что-то оставалось для красного кошелёчка. Ещё можно предложить поиграть с ребёнком в игру дома. Итак, у нас здесь целый прилавок с продуктами и товаром. И я сегодня буду продавцом. А ты, соответственно, кто? Покупатель. Покупатель. Значит, это твоё. Здесь у тебя будет 50 игровых денег. Давай представим, тебя мама отправила в магазин и попросила купить молоко, булку и фруктовый сироп. И представь, что мама 5 гривен разрешила тебе потратить на всё, что ты хочешь. Давай, что же ты купишь? Молоко, сироп и булку. Молоко, сироп и булку. Молодец. 10 гривен стоит молоко. Вот, пожалуйста, вам молоко. А теперь, что ещё? Сироп стоит 5 гривен. И сколько вместе? 15. 15. Молодец. Ты уже купила молоко и фруктовый сироп. И что ещё нужно было купить? Булку. Булку. Окей. Булка стоит 2 гривны. Молодец. 5 гривен, если помнишь, у тебя было то, что тебе позволила мама. Что ты сделаешь с 5 гривенами, которые тебе мама позволила потратить? Снежка. Снежана, надо же сперва поинтересоваться, что у тёти почём. Мишка, к сожалению, стоит 10 гривен. Опаньки, а у Снежаны есть. А мама разрешила потратить? Только 5. Вот момент. Идёт ребёнок, например, у мамы нет мелких денег. Она даёт ему 100 гривен и говорит, что ты можешь купить там что-то, да, что стоит 30, условно говоря, 5 гривен твоих и принести сдачу. Что принесёт ребёнок домой, если он транжира? Он ничего не принесёт. Потому что у меня был не один случай, когда я давала либо племяннику, либо падчерице. И вот ребёнок воспринимает так. Мне дали 100 гривен, значит, сдача моя. То есть если этот момент не оговаривать и не оговаривать его чётко, то, скорее всего, вам ничего назад не вернётся. Я хочу подчеркнуть, что существует как минимум 2 игры, которые помогают ребёнку научиться считать деньги. Первая игра – это игра в магазин, а вторая игра – это игра в монополию. Хорошо. Итак, ты отобрала сколько денег? 10. 10. То есть ты хочешь купить мишку? Да. Да, конечно. Покупайте мишку. Я сейчас действую как просто продавец. Моя задача – продать. И, естественно, когда она придёт домой, немножечко расстроится, потому что мама будет её ругать. Скажет, я же тебе разрешала тратить только 5 гривен. Но сам факт в том, что вы играете с ребёнком дома. И именно в том и прелесть. Вы можете не только научить ребёнка счёту, но и научить, как контролировать то, что они тратят. Играйте почаще с ними. Понравилось? Будешь с мамой играть дома? Да. Отлично. Снежана, ты хочешь мишку? Он стоит 10 гривен. Но ты знаешь, тебе так повезло. Сегодня акция. Он стоит не 10, а 5 гривен. Снежаночка, тут очень важный момент. Мы просто с тётей Викой очень хотим, чтобы ты запомнила нашу сегодняшнюю встречу и извлекла урок. Нужно помнить, что тебе мама говорила, когда ты идёшь в магазин, и поступать именно так. И она будет всегда тебе давать столько денежек, чтобы тебе хватало. Да? Договорились? Умница. 5 гривен ровно. А, есть 5 гривен. Отлично. Я надеюсь, что вот такая игра и такой урок, то, что произошло сегодня со Снежаной, поможет ей сориентироваться в будущем, поступать правильно. И детям, и родителям, конечно, тоже. Спасибо, Снежана, ты нам очень помогла. Пожалуйста. Как научиться ребёнка распоряжаться деньгами, мы, в принципе, разобрались. А теперь перейдём к следующему вопросу. Как правильно распределить нагрузку для школьника? Следующее письмо от Натальи. Мой сын Богдан в этом году пошёл в первый класс, и я задумалась о том, чтобы отдать его в какой-то кружок. Но не могу решиться, нужно ли сейчас отдавать в какую-то секцию. Возможно, ему будет ещё немного сложновато. И в школу ходить, и на кружок. Как поступить? Отдавать ребёнка на кружок или ещё подождать немного? Вновь и вновь повторяет мама вопрос, потому что эта тема животрепещущая для многих родителей. И сегодня и Наташа, и Богдан пришли к нам в гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы когда ходили в садик, я его водила на дзюдо. То есть ещё ему нравится бокс. Хорошо, я думаю, что есть способ вам помочь. У меня здесь подготовлен тест, который маме поможет сориентироваться, насколько ребёнок выдержит дополнительную нагрузку. Особенно, если эта нагрузка касается гуманитарных предметов. Потому что если мы говорим о спорте, то спортивные секции просто нагружают ребёнка по времени. Он устает физически. А если это секция, где ребёнок хочет изучать английский язык или шахматы, например. Да. Необходимо проверить, насколько он может долго фокусировать своё внимание. Концентрироваться. И этот тест как нельзя лучше поможет вам в данном случае. Я хочу пригласить Богдана, пожалуйста. Богданчик. Твоя задача – видишь циферку 1, где начинается линия? Да. Да. И проследить глазками, не помогая себе пальчиками, где же будет конец этой линии. Мы просто засекаем, за сколько времени он сможет это сделать. Итак, ты готов? Да. Поехали. Глазками только. Быстро. Первый есть. Первый пошёл. Ничего ещё. Молодец. Молодец. Осталось один. Можно не следить глазками. Нет, он проверял. Я подсказала. Он проверяет, он молодец. Смотри, смотри. Нет, нет, правильно, правильно. Он молодец. Нет, надо уметь хитрить. Останавливай время. Чёть Надя тебя собьёт с толку. Чёть Надя. Нет, ну подождите. Ну, маленькие хитрости же можно применять. Конечно. И тем не менее, Богдан поступил по-мужски. Молодец. Он не послушал женщину. Минута 20 секунд – это максимальное время, которое необходимо для такого задания. А Богдан справился? Раньше. А Богдан справился за минуту 15 секунд. Ура! Молодец! Это высокий уровень, поэтому вы спокойно можете позволить себе отвезти ребёнка его на дополнительные кружки. Тем более, что этот кружок спортивный. Итак, высокий уровень – это когда ребёнок справляется за минуту 20 секунд. В таком случае ребёнка можно отводить на дополнительные секции после школы, начиная с первого полугодия первого класса. Если у ребёнка средний уровень – от полторы минут до двух минут, в таком случае ребёнка лучше отдать на секцию дополнительную во втором полугодии, чтобы у него было время адаптироваться к школе. И низкий уровень внимания – это от двух минут и более. Тогда не стоит пока ещё везти ребёнка на дополнительные кружки. Переходим к следующему тесту. У нас есть два изображения, на которых необходимо найти 10 отличий. Любишь такие задачи? Да. Время пошло, Богдан. А я хотела пока поинтересоваться, какой режим дня должен быть у школьника? Режим безумно важен для ребёнка, потому что в таком возрасте, первый-второй класс, он должен спать не менее 10 часов. Поэтому всеми правдами и неправдами постарайтесь уложить ребёнка не позже 9 часов, от 8.30 до 9. Потому что если он придёт в школу невыспавшийся, он не сможет ни усидеть на месте, ни воспринять никакой материал, он не сможет ничего запомнить. И о каких кружках мы тогда вообще можем говорить. Богданчик, а теперь попробуй найти 10 отличий в нижних двух избушках, хорошо? А улитки-избушки? Улитки-избушки. Вот сегодня мы разговариваем о детях более такие первоклассники, ну маленькие дети. И вот у меня было такое с Сашей, хочу танцы, хочу танцы, хочу на танцы. Ну хочу-хочу. А она шла в первый класс с 6 лет, повела её. Ну педагог говорит, нет, вы знаете, она ещё маленькая, ничего не получится. Но я смотрю, вот она приходит с школы, погуляла, и вот она всё время так возле меня садится. Мам, мам, я вижу, что она ещё маленькая, она ещё возле мамы хочет побыть. Поэтому я говорю, Сашуничка, чуть-чуть попозже, и мы пойдём. И всё, она во втором классе пошла на танцы, потом она пошла на бисер, она пошла на вышивание. Это ей было интересно. Для первоклассников я рекомендую, чтобы они шли на дополнительные секции всё-таки во втором полугодии. Потому что первые 3-6 месяцев для ребёнка – это адаптация к тому, что у него другой ритм жизни, у него другая ответственность. Итак, прошло ещё 2 минуты, у Богдана есть результат. Давай посчитаем, сколько у тебя отличий. Помоги мне. 1, 2, 3, 4, 5 и... 6. 6. Молодец. Молодец. А на верхней картиночке? 1, 2, 3, 4. 4. Вот такой результат. На самом деле у Богдана не очень высокий уровень, но и расстраиваться ещё пока рано. Потому что в таком возрасте ребёнок развивается в своём природном темпе. Кто-то развивается быстрее. С другой стороны, действительно необходимо учитывать, что Богдан действительно волнуется. Здесь всё-таки и зрители. И не лишним будет его поддержать. Но мы можем дополнительно проверить ещё на внимание. И у нас есть ещё один тест, последний. Ух ты, а там что надо делать? На этом рисунке необходимо найти кота за 30 секунд. Надюша, помоги нам, пожалуйста. Кота за 30 секунд. Время пошло. Время пошло. За неё. Ой! Да ты что! Богдан, спасибо тебе огромное. Ты нам очень помог. Возвращайся к маме. Успехов тебе. В данном случае Богдану можно идти на дополнительные кружки и заниматься чем-то ещё после школы. Но действительно, желательно лучше со второго полугодия. Потому что если у него занимает время к адаптации, это необходимо учитывать. И именно эти тесты и показали, что ему необходимо время для того, чтобы адаптироваться к чему-то новому. Итак, только что мы научились распределять школьную нагрузку для детей таким образом, чтобы у них хватало сил, энергии, энтузиазма учиться. Ещё и на увлечение время оставалось. А теперь узнаем, как поступать в довольно сложной ситуации. Как решить проблему, если ваш ребёнок стал жертвой одноклассника задиры. Людмила написала нам, что мой сын Максим учится сейчас во втором классе. Практически каждый день я наблюдаю, что он приходит без настроения, а в последнее время вообще не хочет ходить в школу. Совсем недавно я наконец-то узнала, что происходит. До этого он просто не признавался. Оказалось, что в его коллективе есть мальчики-задиры, которые постоянно ко всем цепляются. Или не сидится на месте, учителей они не слушают. А я Максиму учу, что драться – это плохо, поэтому он сдачи не даёт. Из-за этого одноклассники продолжают цепляться к моему сыну. Я пыталась поговорить с родителями мальчиков, но толку нет. Ситуация не меняется. Как можно решить эту проблему? Или как объяснить сыну, что не нужно обращать на них внимание? Ну что, себя бьет и не обращать. Людмила, Максим сегодня с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, вы кроме попыток поговорить с родителями и учителем, сыну как-то пытались объяснить, что можно по-другому в этой ситуации поступать? С Максимом сидела, разговаривала на эту тему. Максим тоже говорит, мама, они меня не слушаются. Максим ходит, постоянно жалуется с учительницей. Скажите, а папа есть? Нет, я мать-одиночка, сама воспитываю ребёнка. Ну а кто-то из мужчин, родственников, друзей? Есть кто мог бы вам помочь? Я почему вас спрашиваю? Потому что обычно, когда мальчик не может постоять за себя, сказать ему, драться нельзя и не дать отпор, это тоже неверно. Потому что ребёнок должен, будь то девочка или мальчик, уметь постоять за себя. Но это не значит, что это должна быть жёсткая драка. Это значит, что ребёнок должен быть уверен в себе, в том, что при необходимости он может дать отпор. И эта уверенность, она сразу же видна другим детям. И к ребёнку так сильно приставать не будут. Поэтому для того, чтобы эту уверенность ребёнке вселить, чтобы помочь вселить ему эту уверенность, необходимо пригласить кого-то из мужчин, чтобы он периодически дрался с вашим ребёнком, учил его движениям, как давать сдачу, как держать блок, как давать отпор. И принимать эти удары также на себя и терпеть боль. Говорят, да, мне больно, вот это ты врезал. Но всё-таки я же мужчина, я умею терпеть боль. И ты тоже мужчина. И с помощью таких игр, когда мужчина учит ребёнка на своём примере, и как терпеть боль, если тебя ударили, и как держать удары, их с одной стороны, и воспринимать, и ставить блоки, и давать отпор, это очень важно. Ещё лучше, чем знакомые мужчины или родственники, может научить тренер за себя постоять. Тут и спорт, и общение, и дисциплина, и тому подобное. Если возникает необходимость, ну, понятно, что без этого обойтись нельзя, то, наверное, можно таким способом решить проблему. А вы над этим задумывались, Людмила? Ну да, задумывалась. Ну, я вижу, что Людмила сама достаточно робкий человек, и, наверное, не особо в жизни, может быть, вы сами даёте отпор, а ребёнок, он наследует эти модели поведения. И, понимаете, вот происходит такая, я бы даже сказала, катастрофа психологическая. В каком смысле? Дело в том, что когда ребёнка обижают, а его никто не учит защищать себя, а мама говорит, ну, ты же хороший мальчик, не бейся. В результате он может уже к шестому-седьмому классу вырасти с очень большим комплексом неполноценности. Он может стать просто изгоем в классе, потому что другие дети тоже начнут издеваться над ним. К сожалению, детские коллективы очень жестоки. И я считаю, что вот как бы я поступила как мама в такой ситуации, я бы поговорила с родителями детей, которые обижают ребёнка, и предложила им, что или давайте решать эту проблему вместе, или мой ребёнок будет себя защищать физически, и если понадобится, я буду вмешиваться в эти ситуации. И тогда уж извините. Я согласна полностью с тобой, Наташа. Вот у меня дети, они никогда не жалуются. Вот бывает на улице, вскакивает мама, и ты ударил моего там Сашу или Петю. Я говорю, дети, через пять минут они уже дружат, а родители между собой начинают ругаться. Точно так же получается и здесь. В классе мальчик, он нормальный мальчик, но он не сидит как ботан вот такой, знаешь, и цепляется там к девчонкам. Я что, я не иду к родителям, я прихожу и говорю, иди сюда, я не буду называть этого мальчика, потому что он учится в Сашином классе. Я говорю, скажи мне, один-один, скажи мне, что тебе сделала Саша? Да ничего, я просто так. Значит, я тебе говорю, если просто так, пожалуйста, если она тебе нравится, ну это она еще маленькая была, значит, не надо ее дергать, не надо ее бить, не надо ее обзывать. Пожалуйста, не хочешь на нее внимание обращать, она тебе чем-то не нравится, не подходи к ней просто-напросто. И все. Если вы хотите сделать так, чтобы у вашего ребенка было больше чувства собственного достоинства, чтобы он чувствовал себя более уверенным, но до того, как он идет в школу, развивайте в нем это. Например, вы можете с помощью этого предмета или схожего с ним дома помочь ребенку развить в себе уверенность. Как это сделать? Максим, я попрошу тебя помощи. Подойди ко мне, пожалуйста. Максим, скажи, пожалуйста, ты знаешь какой-нибудь стишок? Знаешь? А расскажешь нам? Ну тогда, если можешь, если ты не против, встань, пожалуйста, на этот пьедестал. Ну давайте его поприветствуем. Такой молодец, смелый мальчик. Здорово. Ну хорошо. Расскажешь нам стих? Да? Давай. Что загвал синився на подверье сранку, загубила гудзи гава белянку, с дерева за ней югать постарегав, и порадував и наловитый гав. Молодец. Вот это умница. А ты часто так дома рассказываешь стихи, песенки, может быть, даже поешь? Нет. На первый раз? Ну, может быть, еще сделаешь какой-то сюрприз для мамы дома, выучишь для нее какую-то песню, или выступишь в школе, в театре. Сможешь? Таким шагом ребенка надо готовить. Рано или поздно в школе он с таким столкнется, будет смущаться, другие дети это увидят и будут его дразнить. И чтобы это не случилось, по чуть-чуть, шаг за шагом, приучайте его проявлять себя на публике. Спасибо, возвращайся к маме. Молодец. А для того, чтобы ваш ребенок был полон силы и энергии целый день, очень важно уделить внимание сбалансированному завтраку ребенка. Особенно актуально это становится в преддверии учебного года. Для слаженной работы всего организма ребенку необходимы полезные вещества, белки, жиры, углеводы, клетчатка, витамины и минералы. А отличным вариантом напитка для завтрака ребенка станет какао с молоком. Спасибо огромное Снежане, Богдану и Максиму, которые так здорово нам сегодня помогли и, я уверена, многому научились. Спонсор показа дарит вам подарки, желает счастья, здоровья и успеха во всем. Спасибо вам огромное за советы и ценный опыт. Конечно, решить проблемы за один день невозможно, но возможно научиться и быть терпеливыми, добрыми, счастливыми родителями на радость и счастье детям. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо, что пришли ко мне в гости. Встретимся завтра. И помните, все будет доброе. Привет, Ютуб! Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись им со своими друзьями. А еще подписывайся на наш канал, и ты узнаешь обо всем первым. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok